Давайте на всякий случай я объясню, как связано определение Золотарева с критерием Гаусса. Наверное, это полезно понимать, что это не что-то такое, что-то особенное и удивительное. Поехали. На какой-то пример мы посмотрим. Скажем, пусть у нас А – это тройка, а число П – это, например, будет число 17. Может так быть? Но заодно вспомним, что такое критерий Гаусса. Гаусс учил, что надо написать число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно? Каждая умножить на 3. 3, 6, 9, то есть минус 8. Так? Дальше. 4 – это что? 4, 12, 12, то есть минус 5. Дальше. 15, то есть минус 2. 18, то есть 1. 21, то есть 4. И 24, то есть 7. Так? И после этого надо посмотреть, сколько здесь минусов. Вот так выглядят правила Гаусса. Дай меня. Замечательно. А вот сейчас давайте я расскажу то же самое по золотарю. Давайте мы напишем не числа от одного по семье, а числа от одного по семье. Под каждым из которых написано его дополнение до числа П. Чем отличается от этого? Вот это зону Березолтарев, это зону Березолтарев. Тем, что возникла вторая строчка. Так? Но эта вторая строчка фактически не дает новой информации. Просто потому, что здесь сумму все время одна и та же. Так? Теперь, смотрите. Мы рисуем новую таблицу, умножая вот прямо здесь все числа на это самое А. Что у нас получится? Но никаких минусов на этот раз. Так. Все понятно? Я взял вот эту вот строчку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, умножил на 3 и взял остаток от деления на 17. Отлично. Идем по нижней стороне. Только смотрите. Если А плюс Б делилось на 17, то 3А плюс 3Б тоже будет делиться. Поэтому на самом деле даже нужно не считать. А здесь вписываем числа просто так, чтобы сумма равнялась 17. Теперь возникает интересный вопрос. Вот чему соответствуют эти минусы Гаусса? 3, 6. А вот дальше был минус. Это соответствует тому, что здесь нужно сделать перестановку. Для того, чтобы строчка верхняя состояла из чисел от того до 8, в этом месте надо сделать перестановку. Дальше нужно опять сделать перестановку. И еще раз делать. А дальше уже не делать. Дальше уже все хорошо. Вот есть 3 минусы. Конечно, могут быть не 3, могут быть больше, могут быть меньше. Есть какие-то места, соответствующие тем, и четность их ровно такая же, как у Гаусса. Соответствующие тем, что мы здесь должны перевернуть. Отлично. Что будет после того, как мы здесь перевернем? Понятно, что у нас вверху опять будут все числа от 1 до 8, и внизу будут, соответственно, числа от 9 до 16. Казалось бы, у Гаусса была одна табличка, а у нас целых 3 штук. Ну, давайте посмотрим, собственно говоря, чем отличается эта таблица от этой. И четность перестановки, которая была сделана, это в точности минус 1 степени количества этих знаков. Ну, в общем, количество вот этих вот штучек ровно такое же, как у Гаусса был минус. Отлично. Теперь давайте посмотрим. Давайте посмотрим, а что происходило, как связана вот эта и эта перестановка. Что мы должны сделать? Вот скажем, у нас здесь есть 1,16. Что мы должны с этим сделать? Перетащить сюда, правильно? Ну, внимание, мы не тащим. Два числа. Хорошо. А что? А что 3,14? Надо передащить сюда. Опять два числа. То есть мы должны взять верхнюю строчку, ее как-то переставить, ну, что же как-то вот так, чтобы стало 1,4,4,7,8. Но при этом с нижней строчкой мы делаем вот и то же самое. А когда мы делаем одну перестановку в одном месте и в другом, это всего получается четное. Вне зависимости от того, какая это перестановка. Просто мы делаем два раза одно и то же в разных местах. Значит, переход от этой таблицы к этой – это четная перестановка. Хорошо. А теперь думаем, а переход от этой таблицы к этой – это какая перестановка? Без вот этих штук. Смотрите, что у нас было. 1,16. И вот они в каком-то месте? 1,16. 2,15. И вот они в каком-то месте вот это вот. Такая перестановка. Как она определялась? Мы брали там лицу, каждое число домножали на одну и ту же величину, в данном случае на 3. И получаем какую-то перестановку на числах этой таблицы. Это называется определение по золотареву. Берем числа от одного до минус одного, все умножаем. Получается какая-то перестановка, отсмотрим ее черности. Следующая операция была перестановки вот здесь. И их количество, в данном случае было 3 штуки, но их количество ровно такое, как по гауссу, когда вычисляется. Значит, знак этой перестановки – это в точности символ и жанр. Ну, это значит, критерий гауссу. И таким образом из этой таблицы очень редко. А вот эта перестановка четная, потому что она делается одинаковым образом и на верхней строке, и на нижней строке. Теперь понятно? Вывод-то какой? В смысле? Мы взяли таблицу, сделали перестановку золотареву, потом сделали перестановку столько, как по гауссу положено, и получили четную. Ну, значит, четность этой перестановки такая же, как четность количества этих минусов. Значит, символ и жанра – это и есть четность перестановки. То есть, мы определение золотарева объяснили, как оно связано с критерием. Понять не стало? Какой вывод-то? Я доказываю вам насильность двух определений. Одно – это исходное определение символа и жанра. Единица, если мы так считаем, вычем, минус единица, если не вычем. У этого исходного определения есть критерий Гаусса. Да. Критерий Гаусса – это вот, выписываем числа от единицы до минус единицы пополам, все это умножаем на а и переходим к… Мы ставим плюсики-минусики, опять-таки делаем остатки от единицы до минус единицы пополам. Четность количества этих минусов – это и есть… Ну, минус один степень четности – это и есть символ и жанра. Это критерий Гаусса называется. Я только что объяснил, как связано определение по золотарегу с критерием Гаусса. Связано при помощи таблицы. Вот у Гаусса была одна таблица, а здесь надо нарисовать их три штуки. Но зато крайне просто связано между собой. Давайте еще раз. Вначале просто один, два, три, плюс один пополам и так далее, по минус один. Это вот эта таблица. Умножаем все элементы на а и берем остатки от единицы на п. Это вот эта таблица. Теперь, вспоминая… Причем, эта перестановка, она может быть четной, может быть нечетной. Но ее знак – это как раз и есть то, что Золотарев говорит, что символ и жанра будет такой. Объясняю, почему он будет такой. Потому что, когда делаете вот в этих местах транспозиции, вот ровно в тех столбиках, где у Гаусса были минусы, меняем местами верхней, то мы получаем таблицу, в которой по-прежнему в каждом столбике сумма равна p, и в которой в верхнем строке все числа от единицы до p минус один пополам. Понятно? Отлично. Но при этом, вот эта перестановка четная. Но если мы прошли по кругу, то, ну как бы мы вернулись к тем чиселам, которые были. Отождественная перестановка, она четная. Значит, если здесь вот была четная перестановка, то и здесь была четная. Если здесь была нечетная, то и здесь нечетная. Дошло? Точно? Точно или нет? Точно, точно. Замечательно. Я этого еще объясняю. Я добьюсь понимания. Я просто вижу, что есть какой-то скептицизм. Я добьюсь понимания. Вот я сейчас ту же самую перестановку нарисую все ненулевые остатки. Напишу их, разумеется, еще один раз. Просто сейчас нарисую, как это работает. Смотрите. Единица при умножении на 3 переходит сюда. Правильно? А вот сейчас очень важно. А минус 1 переходит в минус 3. А двойка переходит куда? В 6. В 6. А минус двойка? В минус 6. Вообще-то у нас есть вот такая симметрия. А четверка куда переходит? В 12, то есть куда? В минус 5. В минус 5. А минус 4 переходит в 5. Обратите внимание. Большинство пересечений имеют парню. Вот у нас здесь есть точка пересечения. Вот минус 4, минус 2. И здесь есть точка пересечения. И поэтому они нам должны интересны. Какие точки пересечения на самом деле интересны? Давайте посмотрим. 5 умножается на 3. Сколько будет? 15, то есть минус 2. Так? А минус 5 умножается на 3. Будет? 2. Вот она. Вот она точка пересечения. И между прочим, когда здесь вот шло из 4 в минус 5 и из минус 4 в 5. Вот эту точку я нарисовал плохо. На самом деле ее надо было нарисовать ровно. Понимаете? То есть у меня есть картинка, у которой очевидная вертикальная ось симметрии. И все точки пересечения разбиваются на пары, кроме каких пересечения возникает в случае, когда какой-то плюсик перебрасывается в минус. Ну или соответственно симметрично ему минус это число перебрасывается в плюс. Так это и есть те самые гауссовые места. Поднимайся к столу. Так вот. Так вот.